давайте попробуем посмотреть как можно установить зум себе на компьютер зарегистрироваться и начать использование этой программы для этого мы с вами введем в браузере ссылочку которую вы видите на экране заходим браузер набираем появляется окно центр загрузок клиент зум для конференций нажимаем кнопочку загрузить выбираем место куда мы хотим установить программу после загрузки находим на компьютере загрузочный файл выглядит он вот таким образом зум инсталлер запускаем его и программа начинает устанавливаться после установки появляется такое окно войти конференцию и войти в кнопка войти в конференцию обозначает что вы хотите присоединиться какой-то действующей конференции и послушать в качестве участника если вы хотите организовать свою конференцию вам необходимо войти в после того как вы нажмете кнопочку войти в вы увидите окно где вам предлагается либо войти в систему это в том случае если вы уже зарегистрированы либо произвести первое действие зарегистрироваться бесплатно нажимаем эту кнопочку система отправляет нас браузер нам предлагает подтвердить наши данные вводим адрес нашей электронной почты нажимаем регистрации получаем такое сообщение мы отправили электронное письмо по вашему адресу давайте посмотрим найдем его в почте вот такое письмо пришло для того чтобы активировать свою запись достаточно нажать на вот эту кнопочку здесь нам предлагают ввести расширенные данные вводим свое имя придумываем себе пароль обращаем внимание на то что пароль должен содержать в себе как минимум 8 символов содержать одну большую букву и как минимум одну цифру то и нужно придумать такой пароль такой пароль придумали подтверждаем пароль нажимаем кнопку продолжить вам предлагают пригласить кого-то в конференцию но поскольку мы еще не освоили все функции мы можем пропустить этот шаг и и начнем свою тестовую конференцию нам показали персональный номер конференции вот эти 10 цифр это тот номер по которому к вам могут присоединяться ученики да рекомендуется этот номер себе куда-нибудь записать заполнить или прям скопировать ссылку и отправить ее своим ученикам кликнув на эту ссылку они смогут присоединиться к вашей конференции возвращаемся сюда а теперь можно зарегистрировались системе и хотим начать работу не в браузере а на своем компьютере указываем адрес электронной почты на которой регистрировались нажимаем кнопочку войти в после того как мы это сделали мы видим главную страницу которая предлагает нам выполнить ряд действий какие мы видим здесь функции верхняя панель мы видим главную страницу которая позволит нам начать конференцию начать ее сразу запланировать заранее выполнить демонстрацию экрана ну или войти дальше есть кнопочка чат это по сути комната для разговора с самим собой вы можете здесь сделать свои какие-то пометки для себя касаемо работы в этой группе в этом классе чтобы их не потерять они сохраняются и вы всегда можете к ним вернуться проверить и посмотреть есть раздел конференции помните я говорила о 10 цифрах которые будут обозначать что это ваш персональный номер они отображаются здесь и нажав кнопку начать вы можете запустить свою первую конференцию прямо сейчас давайте вернемся на главную попробую конференцию запланировать появляется вот такое окно но достаточно понятное и удобное в нем нам нужно назвать тему своей конференции вы можете назвать свой предмет но я предлагаю оставить такое название чтобы ученики точно знали и понимали на какого учителя они сейчас идут можем указать дату когда мы хотим это сделать допустим 10 апреля хотим встретиться с ними в онлайн режиме в 14 00 и продолжительность нашей конференции будет примерно 15 минут если мы поставим галочку повторяющаяся конференция то нам не нужно будет систематически планировать конференцию мы можем в любое время зайти в программу и конференцию начать всю же минуту далее вы можете выбрать требуется пароль конференции или не требуется можете его ввести система предлагает вам свой но он очень легко меняется например раз два три и это это обозначает что все участники которые захотят к вам присоединиться должны будут знать не только вот этот идентификатор конференции но и ваш пароль если вам это удобно вы можете это использовать я рекомендую все-таки отказаться от пароля чтобы ученик спокойно мог войти в зал конференции в разделе видео изображения мы имеем возможность включить камеру как для организатора то есть для себя для учителя так и для моих участников для учеников которые будут ко мне входить для того чтобы всегда работал звук я ставлю значок звук с телефона и компьютера не важно откуда я буду заходить звук будет автоматически подключаться программа zoom синхронизируется с календарем да вы можете выбрать Outlook Google календарь и конференция автоматически в него запланируется переходим в расширенные параметры создать идентификатор конференции он у нас персональный постоянный мы не будем его менять нам не требуется пароль конференции для удобства потому что большое количество учеников также у организатора мы включаем и участников камеру и вот здесь в расширенных параметрах мы рассматриваем возможности которые предоставляет комната можно включить зал ожидания тогда ученики смогут присоединиться к конференции только после вашего разрешения если вы хотите чтобы ученик мог войти раньше организатора тогда мы ставим галочку здесь я рекомендую включать звук участников при входе что мы мы видели кто к нам присоединяется и автоматически записывать конференцию на локальный компьютер нажимаем кнопку запланировать после того как конференция запланирована в назначенное время вы можете перейти во вкладку конференции начать ее для этого на рабочем столе мы находим нашу иконку зум нажимаем ее и нам открывается меню те же самые вкладки главное чат и в данный момент нам нужна вкладка конференции все очень просто нажимаем кнопку начать как только мы нажали кнопку начать программа начинает записывать конференцию мне предлагают автоматически входить в аудиоконференцию с использованием звука это обозначает что все участники конференции будут меня слышать перед нами появляется как только вы нажали на кнопку начать программа открывает вам экран зала и меню в меню вы видите несколько кнопочек включить микрофон остановить видео пригласить управлять участниками демонстрация экрана чат пауза запись и возможные реакции давайте посмотрим на них подробнее если вам необходимо приостановить аудио вы нажимаете на микрофон и программа показывает что теперь ваш звук выключен и участники вас не слышат то же самое я могу приостановить видео и провести онлайн консультацию без своего изображения кнопочка пригласить с это для того чтобы пригласить учеников заранее данная ссылочка предназначена для того чтобы можно было пригласить участников уже во время самой конференции следующая кнопка управлять участниками около этой кнопки всегда стоит цифра показывающая число участников которые находятся в прямом эфире в онлайн зале конференции если вы хотите посмотреть список то мы нажимаем на эту кнопку и здесь появится полный список присоединившихся участников сейчас мы видим что пока здесь нахожусь я одна потому что никого из участников мы еще не присоединили вы видите в верхнем левом углу кнопочка запись поскольку мы поставили галочку автоматическая запись она уже осуществляется и если у вас сейчас не очень важный момент или вы дали какое-то самостоятельное задание для учеников вы можете нажать кнопочку на паузу приостановить запись и потом продолжить ее когда уже будет активная работа чтобы сохранить обсуждение далее давайте посмотрим какие возможности имеются в зум программе для того чтобы объяснить какой-то материал закрепить мы можем использовать демонстрацию экрана я могу выбрать две версии с одной стороны я могу использовать доску сообщений и вводить сюда текст какого-то задания сейчас вам необходимо ответить на вопросы по прочитанному материалу здесь мы можем что-то нарисовать подчеркнуть важную информацию поставить какие-то меточки стереть все очистить и так далее это если нам нужна основная доска например я хочу продемонстрировать участникам какую-нибудь презентацию я открываю презентацию возвращаюсь в комнату зум нажимаю демонстрация экрана и выбираю окно с той презентацией которую хочу им показать для того чтобы мои ученики увидели эту презентацию я нажимаю кнопку совместное использование и вот то что будут видеть на экране ваши ученики автоматически как только вы запустили демонстрацию экрана все меню переносится вот сюда в верхнюю панель и вы точно так же здесь можете сделать паузу демонстрации добавить каких-то участников включить или выключить микрофон или звук если мы нажмем на кнопку подробнее мы увидим что здесь есть функции которые мы уже рассматривали вот одна новая функция это функция чата появляется групповой чат если у кого-то не работает микрофон да или хотят ученики задать вам вопрос лично да не задавая его перед всей аудитории они могут что-то написать вот в этом чате и опубликовать можно написать всем а можно выбрать только тому участнику кому адресовано ваше сообщение после того как вы провели свою работу можно конференцию завершить для этого вы нажимаете кнопочку завершить конференцию вам предлагают два варианта либо выйти из конференции тогда участники могут остаться и пообщаться либо завершить конференцию для всех тогда ваши ученики тоже автоматически выйдут из зала мы завершаем конференцию для всех и видим что автоматически появляется окно с конвертацией файла это обозначает что видео которое было в записи этой конференции автоматически сохраняется на ваш компьютер после того как конвертация завершена вам показывает куда сохранено видео то самый большой файл в данном случае мы видим файл mp4 размер 23 мегабайта это и есть запись нашей конференции мы можем ее переименовать например назвать темой урока или датой когда эта конференция состоялась ну например 10 апреля 2020 года чтобы потом мне можно было ее легко найти и поделиться ей с теми учениками которые не смогли в данный момент или в тот момент когда вы ввели онлайн консультацию присутствовать в режиме реального времени они всегда могут посмотреть вашу консультацию в записи напомню что в бесплатной версии зум конференция может продолжаться до 40 минут но в нашей ситуации это даже более чем достаточно времени обычно такие онлайн консультации длятся 15-20 минут чтобы ответить на основные вопросы участников обратить внимание на какой-то особенный материал для закрепления того который показывали по видео урокам на телевидении вот в целом самые основные моменты которые характеризуют работу в программе зум мы посмотрели программу зум которая позволяет организовать онлайн консультации на территории мальчисного 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 Продолжение следует...